Скромная, трудолюбивая и талантливая – такой образ горянки. Сохранить и популяризировать его главная цель конкурса. На участие было подано около 170 заявок. Одним из главных критериев отбора на первом этапе, отмечают организаторы, была естественность конкурсантки. Хочу поблагодарить всех наших участниц. Каждая из них была достойна того, чтобы зваться «Горянка года». Каждая участница при подготовке к мероприятию изучала свой национальный костюм, изучала культуру, традиции своего родного села для художественного номера и научилась показывать свои лучшие качества. Подать заявку могла абсолютно любая девушка в возрасте от 18 до 35 лет. Конкурс проводился в несколько туров – самопрезентация, викторина и художественный номер. Итоги были подведены на галоконцерте. Решением жюри звания «Горянка года» было присуждено уроженьки Шамильского района Фатиме Магомедовой. Девочкам, которые в будущем будут участвовать в этом конкурсе, я желаю, чтобы они старались, изучали традиции, быт своего народа. И чтобы они любили просто. И когда любишь, изучаешь по-любому. Приз зрительских симпатий получила Разия Сулейманова из Дахадаевского района. Также дипломами и подарками организаторы отметили и остальных финалисток. Кроме того, в фойе Дома культуры развернулась выставка ювелирных изделий и сувениров дагестанских мастеров. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Хасавюрт.